Для того, чтобы скорректировать практически любое поведение кошки, нам нужно поведение каким-то образом подкрепить. То есть, например, меня часто спрашивают, а как кошку отучить драть, скажем, обои, царапать диван, воровать со стола. А на самом деле нам надо не отучать, а приучать к правильному поведению. Поэтому очень важно знать, как правильно подкреплять правильное поведение. Подкрепляем мы правильное поведение у кошки всегда лакомством. К сожалению, подкрепление какими-то другими способами у кошек очень плохо работает. Хотя почему-то, когда хозяева ненамеренно подкрепляют какое-то поведение, то хорошо работает игра. Но для того, чтобы точечно вот так формировать определенное поведение у кошки, игрушку использовать неудобно. Кошка на нее отвлекается и не понимает, что вы ей хотите сказать. А лакомство мы можем использовать практически в любых ситуациях, потому что кошка на него всегда будет хорошо реагировать. Конечно, надо говорить, что существуют кошки-непищевики, так называемые, которые просто не любят поесть. Но эти исключения уже мы будем рассматривать индивидуально. А если ваша кошка любит поесть, то лакомство для вас это самый лучший способ как наладить с ней отношения, так и научить ее каким-то трюкам, например, полезным для вас. А еще сформировать правильное поведение, которое вы хотите видеть вместо неправильного. И многие люди, они не знают, как правильно подкреплять кошку, в какой момент, и когда надо выдавать лакомство. На самом деле это очень важно, потому что подкрепляем мы поведение исключительно в тот момент, пока это поведение длится. Поведение животных, оно не разбито на какие-то четкие отрезки. То есть вот сейчас кошка лежит, теперь она встала, потом она куда-то потянулась. Все это непрерывно перетекает одно в другое. А нам нужно, скажем, научить кошку, чтобы она игнорировала другого кота, которого она проявляет агрессию. Тогда мы должны подкреплять в кошке какие-то положительные вещи, которые она делает рядом с этим котом. К примеру, спокойно сидит рядом с другим котом, не шипит на него, не рычит, переключает с него внимание на другие вещи. И тогда в этот момент мы должны ее подкреплять. То есть вот она отвернулась от кота. Вы должны поймать тот момент, когда она именно на него не смотрит и прямо в кошку постараться вложить кусочек. Если вы, например, увидели, что она хорошо себя ведет, не смотрит на этого кота, но пока вы сделали до нее два шага, она уже повернулась на него и зашипела, то в этот момент вы уже не можете подкреплять ее поведение. Потому что поведение, которое она стала отображать, уже негативное. Поэтому очень важно именно в момент совершения поведения кошку подкрепить. Здесь, конечно, нам помогают различные инструменты, например, такие как кликер. Но, к сожалению, мы не можем использовать такие маркеры поведения. То есть кликер маркирует поведение, чтобы вам не бежать к кошке, а вы сначала его маркируете с щелчком, а потом подходите и уже вы даете лакомство. Но когда у вас несколько животных задействовано в проблеме, невозможно несколько животных научить, чтобы каждый реагировал как-то на кликер отдельно. Они будут реагировать все вместе и поэтому это получится просто какая-то суматоха, никакой дрессировки. Поэтому здесь мы можем использовать, например, при знакомстве кошек, только лакомство. Конечно, если вы хотите просто дрессировать кошку, то вы можете научить, например, одного из котов реагировать на кликер и он будет вас слушаться. Кира, Кира, иди сюда. Вот, например, как Кира, она без кликера замечательно реагирует на команды, выполняет их с удовольствием и даже когда у меня нет в руках лакомства. А кто-то отлично будет выполнять и за кликер. Ну то есть кликер он не исключает использование лакомства, они вместе используются. И вы должны понимать, что поведение, которое вы подкрепляете, оно будет, кошка его будет выучивать, закреплять как сценарий поведения. Поэтому здесь важно подкрепить именно то, что вы хотите, а не что-то другое. Часто делают ошибки какие-то. Например, самая главная ошибка – люди начинают использовать лакомство как отвлечение. То есть, например, кошка пошла за другой кошкой, чтобы с ней подраться. Человек достает пакет с лакомствами и начинает трясти им, вытаскивать лакомство, звать кошку, чтобы та, не дай бог, сделала драку какую-то. А таким образом получается, что он подкрепляет ее поведение. Потому что, пока она шла с неоднозначными намерениями к другой кошке, он ей сказал, что ты молодец, ты все делаешь правильно. То есть, всегда использование игрушки, использование лакомства – это наши слова кошки. Вот сейчас ты делаешь то, что я хочу, чтобы многократно повторялось. И поэтому, когда, например, такие советы дают, что кошка кусает человека за ноги, когда он идет по коридору, возьмите игрушку и бросьте кошке, она отвлечется. На самом деле мы ее не отвлечем, а мы это поведение подкрепим. Потому что вы бросите игрушку, кошке нравится бегать за игрушкой. В следующий раз у кошки, у нее просто через несколько таких повторений сформируется условный рефлекс, что, чтобы мне поиграть, мне нужно укусить хозяина за ногу, когда он пойдет по коридору. Тогда сразу полетит игрушка и будет весело. Ни в коем случае нельзя для того, чтобы кошку переключить, отвлечь, использовать лакомства, ну и игрушки, и вообще все, что ей нравится. Потому что кошка просто будет повторять это поведение, и вы его неосознанно, что называется, закрепите. Также я должна сказать, что многие стараются вместо лакомств использовать просто похвалу, сказать, хороший котик молодец, или использовать поглажки. То есть погладили котика, значит, молодец. На самом деле, похвала в какой-то мере работает, но скорее вместе с лакомствами. Это больше собачья тема. Собаки более ориентированы на человека, и они похвалу все-таки могут воспринять как положительное подкрепление. Кошки чаще всего нет. Возможно, какие-то восточные породы, вот как кира, или очень сильно ориентированные на человека, они по хвалу смогут, ну как слабое такое подкрепление воспринимать. Но чаще всего не будут они это воспринимать. А поглажки вообще для кошек не всегда являются положительным подкреплением. Они иногда могут являться реальным наказанием, потому что не каждая кошка любит гладиться, и не в любой момент кошка хочет, чтобы ее погладили. Поэтому если в этот момент кошка не хотела, чтобы ее трогали, а вы решили ее таким образом похвалить, погладить, то вы можете просто сделать все наоборот. И не закрепить то поведение, которое вы хотели закрепить, а наоборот сказать кошке, что лучше так не делать, а то начнут себя хватать руками в неподходящий момент и трогать. Поэтому лучше всего использовать для кошек именно лакомство. Как узнать, нравится кошке лакомство или нет? Очень просто. Если вы взяли лакомство и подняли кошке над головой, и она привстает на задние лапки, чтобы его достать, значит лакомство кошке нравится. Если вы предложили лакомство, а кошка одно съела, а от второго отказалась, значит это не ее лакомство, и надо подбирать что-то другое. Как понять, какое подобрать лакомство кошке? В принципе, вы можете подобрать все, что угодно. Потому что я слышу часто жалобы, вот моя кошка ничего не ест, никакие лакомства, мы все перепробовали. А потом начинаешь узнавать, ну расскажите, что вы пробовали? Они говорят, ну все из зоомагазина. На самом деле, если у кошки нет проблем со здоровьем, то как лакомство вы можете использовать любой продукт. То есть вы можете купить маленький кусочек морской рыбки, вы можете взять ту же даже колбасу какую-нибудь хорошую, предложить кошке. Если у нее все в порядке со здоровьем, то то количество, которым нужно угощать при дрессировке, оно не навредит ей. Но, конечно же, не нужно давать кружочек докторской за каждый хороший какой-то шаг кошке. Сделайте кусочки лакомств, но совсем маленькими, с половинку мизинчика, ноготка мизинчика и даже меньше. Тут главное, чтобы этот вкус очень нравился кошке, и в то время, как она воспроизводит свое поведение, он попадал просто ей на язык. И тогда будут правильные гормоны образовываться у нее, и это поведение будет закрепляться. Вот, поэтому вот она будет за это лакомство делать все, что ее попросишь. Старайтесь все-таки по возможности выбирать лакомства удобные и не очень сильно вредные. То есть, если она одинаково хорошо будет делать за какое-нибудь покупное качественное лакомство и за колбаску, при этом она на сухом корме, то лучше выберите какой-то повторяющий сухой корм лакомства, с ним удобнее работать, то есть его можно в карманы положить и носить с собой по квартире, чем с колбасой. Но при этом, если все-таки ваша кошка, например, на натуральном питании, она любит, скажем, вареную курочку или сырую, то вы можете использовать для того, чтобы носить по квартире и подкреплять постоянно поведение кошки, формировать правильное поведение, специальные силиконовые сумочки для собак. Повесили себе на пояс сумочка потом моется, и туда можно положить и сырое мясо, и вареное, и все, что душе угодно. И нужно понимать, что на самом деле многие прибегают к наказанию для того, чтобы пытаться сформировать какое-то поведение у кошки, но у кошек наказание практически не работает. И единственный правильный, я бы так сказала, гуманный путь формирования правильного поведения у кошки – это положительное подкрепление. И кошки прекрасно обучаются таким способом, у них прекрасное ассоциативное мышление, и не хуже, чем собаки могут как научиться делать какие-то трюки, так и запомнить, что, например, драть надо когтеточку, а не диван, или что сидеть надо на стуле, а не на столе. Поэтому используйте положительное подкрепление в дрессировке кошек, во формировании их правильного поведения. И тогда у вас будет воспитанная кошка, которая еще может удивить всех какими-то трюками. И будет она, главное, психологически устойчивая. И она будет формировать с вами только какие-то положительные ассоциации, а не отрицательные, которые формируют наказание. Субтитры создавал DimaTorzok